Как обстоят дела на селе, какие вопросы волнуют местных жителей и какие проблемы необходимо решить в экстренном порядке? Ответы на эти вопросы искали сотрудники прокуратуры. На минувшей неделе мобильная приемная прокурора побывала в деревне Андик и поселке Красные. Участие в рабочей поездке принял прокурор Неницкого округа Николай Егоров и главный федеральный инспектор по Неницкому округу Степан Бобрецов. Транспортное сообщение с Наринмаром – одна из главных проблем, которая на сегодняшний день волнует, пожалуй, каждого жителя отдаленных поселений. И Андик не исключение. Поэтому первый вопрос, который прозвучал в адрес прокурора, касался пассажирских перевозок. Вы сделали транспорт, который берет только 11 человек. Вы прекрасно знаете, что он идет через Ангер, уходит на Минос. Еще и Куя есть. Неоднократно обращались к Валентине Федоровне. Не поднимайте вопрос, чтобы хотя бы день-два не ушел имена Ангер и Куя. Я вчера была у Валентины Федоровны, она говорит, мы обращались, они сказали, в Кую ездит мало пассажиров. Мы до сих пор все в деревне вспоминаем родящих, который ходил через день. Его не надо было ждать, уже приходили, люди ждали. Не надо было переживать. Возьмут нас, попадем мы сюда, не попадем мы сюда. Прокурор округа предложил жителям оформить коллективное обращение, которое послужит поводом для прокурорской проверки. Это должна быть, на мой взгляд, еще альтернатива. И частное предпринимательство, судоходство можно сделать. Но это проблемы района, как они это организуют, сделают. Но вот оставлять жителей без транспортной доступности – это нарушение. Поэтому мы отреагируем оперативно на это. Среди проблем, с которыми население деревни Антик обратилось к прокурору – некачественная телефонная связь и отсутствие банкоматов. Мы очень просим. Может, это, конечно, и тяжело, но хотя бы в делении везти по одному терминалу, чтобы мы могли бы эти деньги снять с карточки. А вот еще такая проблема. Опять же, опять проблемы со связью. Востоянно очень часто бывает, что связь пропадает. В чем причина, мы тоже не знаем. Потому что она бывает, что пропадает, но там час-два потом появляется, где-то через часа три снова бывает пропадает. И это бывает очень часто, особенно в период осени и весной. А оплата в полном объеме, да? А оплата в полном объеме, да. Еще один населенный пункт, который посетили прокуроры, главный федеральный инспектор округа – поселок Красное. Здесь были осмотрены социальные объекты и строящаяся школа. В ходе личного приема прокурору поступили обращения по вопросам предоставления жилых помещений по договорам соцнайма и порядки выловы рыбы представителями КМНС, а порядки замены приборов учета потребленной электроэнергии. По всем обращениям организованы проверки. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ирина Нежалова, Леонид Шейшилов, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо. Спасибо.